Друзья, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут, это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон, Николай Маломуш, генерал армии Украины, в прошлом глава службы внешней разведки сегодня с нами. Николай Григорьевич, здравствуйте, слава Украине! Здравствуйте, героям слава! Друзья, обязательно сегодня поговорим о ситуации на фронте и о том, что пишет западная пресса про год грядущий и про то, что нас может всех ждать. Там есть как и позитивные новости, так и неутешительные. Обо всем этом чуть-чуть позже. Сейчас хотел бы начать с темы, с ужасной историей, которая произошла на Закарпатье. Даже меня, как человека, который довольно, ну, скажем так, испорчен новостями, тронула она до глубины души. Когда я смотрел видео, даже немного мурашки по коже. Были, на самом деле, депутат местного совета взорвал на заседании сельсовет три гранаты. Сразу, прямо в небольшой комнате. Кадры эти, уверен, если вы еще не видели, можете найти легко. И они действительно шокируют. То есть человек заходит на заседание, достает из кармана три боевых гранаты, абсолютно вальяжно бросает их на пол. Далее раздаются три взрыва. По иронии судьбы, сам человек, даже несмотря на то, что комната была маленькая, выжил. Теперь им занимаются правоохранители. Не всем так повезло. Больше 20 человек оказались в больнице. Некоторым ампутировали конечности. Один человек погиб на момент записи этого интервью. Как пишут в СМИ, мужчина якобы был недоволен поднятием зарплаты местным чиновникам. И даже оставил предсмертную записку перед тем, как прийти туда с этими боевыми гранатами. Николай Юрьевич, как считаете, это такой случай частный? Или можем сказать, что это определенный симптом какой-то более глобальной проблемы? К сожалению, все-таки мы говорим о том, что действительно есть проблема сейчас в обществе. И не только среди военнослужащих, которые воевали, которые были в исключительных условиях. И, соответственно, психологическое состояние у них, конечно, очень такое сложное, тяжелое. Есть бойцы и командиры, которые выдерживают это все. И даже последствия, они нисколько заметны, могут это в будущем сказать. А некоторые, конечно, реагируют очень-очень неадекватно. Я сам участвовал во многих операциях. Видел, как разные именно люди реагируют на такие чрезвычайные ситуации. Это война, это убийство, это, соответственно, противостояние, например, в коллективах, в группах. И, конечно, это обостряется период чрезвычайных событий. Это войны, это чрезвычайные ситуации, например, природного характера, неприродного, террористических актов. Вот тут уже каждый человек проявляется. Поэтому, к сожалению, это уже проблема общества, на что нужно особое внимание обратить. Я тут общаюсь не только с военными и в госпиталях, а с психологами, которые ведут такую работу. Они четко мне говорят, скрытых вот таких симптомов у людей очень много. И мы говорим о том, что это один чрезвычайный случай, лопиющий, как бы, но таких попыток. Или это перестрелка безосновательная, или по мелким причинам, или броски гранаты, или такая, знаете, необоснованная, якобы, агрессия, но это все проявляется уже на фоне какого-то, ну, какого-то чрезвычайного события, или непосредственно где-то дискуссии. Но то, что это накапливалось в человеке, в душе, в соответствии, в сознании, это, конечно, уже то, что мы не можем четко определить. Но во многих странах мира к этому очень большое внимание, особенно перед войной и после военной период. И к военным, и к тем, которые пришли уже в запас или в отставку, ну, и тем более представителям общества. Вот как раз в этот период мы уже говорим о невоенных, вот в этом случае по этому селу. Это люди, которые где-то с учетом войны имеют определенное чувство, как бы, обостренность, справедливость, я беру кавычки, потому что действовать таким способом, даже что-то, если действует несправедливо, или по мнению, например, одной группы, что вторая, вторая, например, или чиновники, или депутаты действуют в неинтересах громады, это, конечно, такие действия, ну, просто, знаете, вызывают, но не только удивление, а как раз такое системное осуждение. Но этот человек, конечно, был в поле зрения и правоохранительных органов, и в коллегах, понятно, и должен быть, конечно, и в медиков, потому что он уже неоднократно именно делал демарши, резкое заявление, вот, резкие выпады, записи по видео для того, чтобы именно осудить то, что он думал, что действует несправедливо. Ну, никто не обращал внимания. Вот эти симптомы не разглядели, даже в конкретной ситуации. Ну, это накопилось за, я понимаю, несколько месяцев, вот, и человек себя накручивал. То есть эта психологическая такая накрутка идет все больше и больше и больше. С мелкого сделать большую проблему. Единственный выход, который он решил, какой-то, например, формат, ну, как раз состояние эффекта называется, криминологии. Аффекта, не эффекта, а аффекта, вот, то, что именно он на пике как будто какой-то дискуссии принимает уже неосознанные, неадекватные мере. Хотя все считают, что это он осознанно действует четко. Но это уже действует уже под влиянием вот этих всех симптомов. Обостренно и вступил он в такую, знаете, резонансную частоту на психологической негативной базе. И она дает выгназ. Или он начинает бросаться в драку, если имеется оружие стрелять. Ну, и, конечно, гранаты, которые специально подготовлены на этой основе, бросает даже жертвуя собой. Вот тут бы если он убежал, так это еще одно. Да, вот что удивило, Николай Григорьевич, что он бросает эти гранаты и не пытается сбежать. От этого люди, которые видят это, они тоже как-то реагируют странно. Потому что, да, ну, если человек бросает и бежит, тогда реакция сразу тоже побежать самому. Здесь он бросает и остается на месте. То есть наверняка большинство подумали, что это там муляжи, что это какой-то перформанс. Вот это удивило особо. Люди не среагировали. Они не думали, что такой, даже их сограждан, по селу житель, сосед, будут бросать гранаты. Но вот еще раз подчеркиваю, что он в нормальной ситуации, даже при любых дискуссиях этого не сделал, если бы у него не было уже такого психологического надрыва. То есть он вступил в состояние аффекта и в данный момент не осознавал до конца. Потому что есть еще такой принцип самозащиты человека. Он не хочет погибнуть. В этой ситуации он даже на это и не ориентировался. Вот тут большая угроза. И поэтому тут нужно очень четко сейчас, то, что там Умеров проводил совещание по мобилизации, тут, я думаю, на уровне государства, президента, правительства, так сказать, и различных правоохранительных органов выявлять таких людей. А социальные службы и службы психологической поддержки, которые будут созданы, должны с ними работать на упреждение. С коллективами, если есть конфликт в коллективе, с группой, например, людей, которые создают такие радикальные осредки, как мы видим в этой ситуации, он создал небольшую группу операционеров. И потому что оно обязательно где-то взорвется. Если не, конечно, гранаты, это крайний случай, или стрельба, но это какие-то драки, это массовые выступления, это провокации, например, каких-то хулиганских действий и других. Вот поэтому эта проблема непростая. Это большой сигнал, что она есть, и она может именно иметь тяжелейшие последствия. Друзья, оставьте ваши мысли по поводу этой истории. Будет очень любопытно почитать, потому что действительно ситуация, выходящая из ряда вон, и действительно это симптом времени, в который нам приходится жить. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Давайте теперь перейдем к прогнозам на следующий год. Их начало появляться много, в том числе в западной прессе. Они порой противоречат себе. Вот, например, Нью-Йорк Таймс пишет, что Соединенные Штаты сейчас советуют Украине закрепиться на текущих позициях, окопаться и наращивать силы. То есть говорят о том, что Украине необходимо перейти в оборону, нарастить мышцы, да, для того, чтобы после этого планировать какие-то операции. В то же время немецкое издание Die Welt пишет, что Украина готовит новое контрнаступление по плану Валерия Залужного. По тому плану, который не был реализован в 2023-м, и вот теперь попробуют снова. И причем достаточно скоро уже, и отправной точкой должен стать плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине, откуда, как пишут журналисты, до слабого места россиян до Крыма, лишь 60 километров. Давайте, Николай Григорьевич, попробуем разобраться в плюсах, минусах обоих сценариев, которые предлагают журналисты. С одной стороны, окопаться, с другой стороны, как пишет Die Welt, идти в новую наступательную операцию, пытаться снова сделать то, что, видимо, не вышло в 2023-м. Ну, в первую очередь, планировать и даже прогнозировать с реальными, так сказать, программами деятельности должен наш генеральный штаб, и он это знает лучше, чем аналитики, например, там, или New York Times, или, например, БИОД, или других, так сказать, изданий, даже генералы НАТО, там, или Пентагона, или Германии, которые часто дают нам разные рекомендации. Самую лучшую ситуацию знают те люди и командующие, которые ведут войну и планируют ту или иную операцию, или стратегические наступательные операции, или оборонительные. Поэтому мы можем воспринимать эту аналитику как именно варианты действий, то есть это просто анализ, как формат, ну, даже гадания. Вот так, может быть, или так, или вот лучше так сделать и тому подобное. Но именно реальную обстановку знают наши командующие, и, с другой стороны, им принимать решения и за это, самое главное, отвечать. Вот я могу сказать точно, что в данной ситуации, вот исходя вот с этих анализов, самая стратегическая позиция должна быть сегодня так. Мы, конечно, должны удержать позиции по всем притетным направлениям. Это Авдеевка, это Бахмут, это Сватова, Кременная и Купенск, где враг имеет стратегические перспективы наступления. Захватить Авдеевку для того, что пока есть успех. Бахмут удержать, чтобы Путин не провалился в своей военно-политической оценке, что он там якобы наступает. Они потеряли Бахмут, символ, как бы, обороны, а их символ, как и захвата. Ну, и, конечно, Харьковское направление, это как бы движение к Харькову. Вот сейчас это основная задача. Это оборона, активная оборона. И вторая составляющая, это уничтожение резерва врага. Громадные потери, прямо скажу, за месяц примерно в живой силе минимум 10 бригад. Если брать по 6 тысяч, это убитыми и ранеными. А с чем связано, Николай Григорьевич? Вот я постоянно смотрю отчеты официальные генерального штаба. Там какие-то вообще рекордные цифры, чуть ли не каждый день. 1300, под полторы тысячи ликвидированных, ну, давайте так говорить, потери, потери оккупантов каждый день. Это прям какая-то динамика, вот прям постоянно, каждый день, вот такие огромные суммы. Ну, во-первых, наши американские коллеги подтвердили примерно 320-330, а мы даем 346 убитыми только. Минимум, тяжело ранен, минимум сколько? И вторая составляющая, Путин проговорился. Вот мы начали считать, сколько войск было, сколько направлено, ну, примерно выхода 340 убитыми. Вот тут уже разбежности больших нет. Конечно, точно до одного солдата, или там даже десятка, посчитать невозможно, но именно четко, в пределах где-то сотни-полторы, это может быть. Мы это видим. Почему? Потому что, конечно, Путин, как правильно дали ряд аналитиков, и военных, самое главное, и иностранных, и наших, потерял до 90% того состава, который наступал 24 февраля, 22-го года. Это основные строевые части, это те части, которые имеют боеподготовку, это морская пехота, помню, несколько раз Петроплавовская, проезжала мы их под двух лидаром, дважды или трижды уничтожали. Это вот, воздушные десантные войска, которые уничтожали и в этом регионе, и в этом восточном, и сегодня, да, дивизию кошмарю, в некоторой степени, на Херсонщине. То есть, уже нет боевого состава, который имел бы базовую боевую подготовку, слаживание и опыт. Вот это первая составляющая. Поэтому бросается что? Мобилизованные, слабо подготовленные, это, конечно, наемники, которых набирают под давлением, прямо скажем, губернаторы, имеют квоты в зонах, например, среди иностранных граждан, особенно среднеазиатских стран, вот, ну, другие частные компании, которые ведут работу, там, или с позиции Газпрома, там, РПЦ, там, или с других сил, вот, или, типа, Шторм-Жет, которые набирают силево, профессионал, вот тут они более подготовленные, вот, то есть, солянка такая, очень разная, не очень мощно подготовленная, слаженная, но, самое главное, массово. И они пытаются взять, как обычно, большими, потужными, ударными группами. Вот, и тут как раз, одна ситуация, нам очень сложно, конечно, удержать, потому что масса идет вперед, не считаясь с потерями, и в живой силе техники, а с другой стороны, это же мишени для наших вооруженных сил. Чем больше концентрация врага, тем больше мы можем уничтожать их в конкретных точках. Вот это и большие потери, потому что в данный момент не только в атаках, мы наносим удары, например, и по фронтовым форматам, даже по тыловым, даже там, где резервы, движение по логистике, не все же мы даем сейчас, конечно, это потери. И общее, конечно, составляют такие цифры, большие цифры, которые именно подрывают образноспособность России. Многие не говорят, говорят, да там не Мерину. Я еще раз подчеркиваю, Мерину, знаю Россию, знаю все руководство и военное состояние. Такие потери, это очень чувствительные. И для агрессии в конкретных военных операциях, тем более, в мирном формате можно брать военных, они там где-то будут служить, в частях, чистить картошку, проводить строю подготовку, это одно. А воевать, это совсем другое. Это очень тяжело. И многие не хотят гибнуть. Это очень вторая составляющая. И третье, конечно, это то, что уже родственники почувствовали при таком количестве убитых и раненых, сколько потери у них в семьях и в конкретных регионах. Это еще один момент. Поэтому, если мы говорим о стратегии, конечно, уничтожение резерва, это одна из решающих, составляющих, кроме того, что держим в рубеже и на востоке, и на юге. Да, переменный момент возле работы, но мы постепенно движемся. На Херсонском, также передвигаемся. Тяжело там, сейчас именно сложная ситуация, особенно в эти дни, конечно, но еще показали, что мы можем не только высаживать десант, там мощный плацдарк, перекрыть как раз южное направление с Крыма. Это замыкание, группирование из Херсонщины, с флангов, из, соответственно, Запорожья. Это перспектива большой наступательной операции. Поэтому мы можем говорить, конечно, от дела Генштаба, какие конкретные стратегические направления готовить, но активная оборона раз, уничтожение противника два и подготовка очень мощных наступательных операций на 24-й год три. Поэтому мы все это, то, что так говорят, не так говорят, мы примерно приводим к одному знаменателю. Мы готовим резервы, но для этого, что нужно, очень важно, я считаю, что в стране три составляющих. Первая ситуация, да, понятно, это подготовка, резервы, обучение, передача, соответственно, тех необходимых и подготовка как раз нетрадиционных стратегических наступательных операций. Там, где враг не ожидает, не готов, ни на зубы дракона не движется, ни на минные поля, где он подготовился, этот формат с оппозицией стратегии не работает. Попытка была, летом, помним, там, как сказал, за ужин пошел, а там уже ожидали. Но так не должно работать. Он сам признал, что да, были ошибки. Вот, должны быть удары с планки, с тылу, заходить там, где этих зубов дракона нет, по линии 2000 километров по всему фронту. Зайти можно в разных точках. Ну, то я еще раз говорю, но ответственно нужно брать на себя командование и вооруженных сил в целом, Генштаба и конкретных направлений боевых действий. Вторая составляющая, кроме подготовки новой стратегии, это самое главное, нестандартное, как мы говорим. Это, мы неоднократно расшифровали, какой комплекс мероприятий может быть разных тем. И удары в неожиданных местах, отвлекающие удары, соответственно, нанесение ударов по глубокому тылу, например, «Стромшедов», «Скальплитров» 300 километров, это что? Пусковые установки, аэродромы, склады, штабы, соответственно, если по Черному морю, это конкретно корабли, это, конечно, от нуля до 80 километров уничтожение всей полноты от фронта аж до глубоких тылов. Это «Хаймерсы», это «М-270-ки», это артиллерия «ИСАУ», которые бьют до 40-ти километров от нуля, буквально. Это, конечно, удары в тех местах, где мы уже подготовились с отвлечением на другие направления врага, где он концентрирует, и высадка, конечно, в тылы, в силу специальных операций, я с командующими, говорю, с руководителями, в крайнем случае, этого, очень элитного, так сказать, блока. это высадка не просто держать их на фронте, а высадка в тыл, в одно момент, то есть, нанесение этих ударов, в эту же минуту, в эти же часы, вот, тысячи или десятки, в тылы, фланги врага, и все это, так сказать, может быть очень мощным форматом. Я так уже чувствую по моим каналам, что Генштаб готовит на 2024 год такого рода изменения стратегий. Вторая составляющая, это, конечно, эффективная поставка вооружения и техники, включая F-16, минимум, все-таки пакеты готовятся не всеми странами, прямо скажу, США готовят, в любом случае, это будет Канада, Британия, Германия, Франция, страны Скальдинавии, мы начали работать на внешних рынках вооружения, техники, боеприпасов, вместе с западными странами, это еще один большой сегмент, и третья составляющая, наши, военно-промышленный комплекс, которые поднимаются, это беспилотники, это ракеты, не только, так сказать, Нептуны, это уже мощные ракеты до тысячи и двух тысяч километров, это подняется, все-таки, КБ Певденно, это бронетанковая техника вместе с немцами, не только ремонт, а производство БТРов, танков, БМП и тому подобное. Это тоже нужно полгода, месяца восемь, мы уже начали работу, поэтому как раз вызревает 24-й год. И вот эти минимум три составляющие, стратегия, западная техническая, высокомощная помощь и боеприпасы, запада, и нашего ПК, третья составляющая, я думаю, полностью мы будем готовы к системным операциям по освобождению территории государства. Где это будет? Юг, прекрасно. Если мы мощно убивать на востоке, и у нас появится предопосылка, чтобы уничтожить резервы, и мы можем пойти там системно, мы можем пойти там, неужели для врага, потому что он уже думает, что мы только на юге. Там вот и восток, может быть, даже северное направление. Это очень, так сказать, разная ситуация. И он уже... Мы про следующий год говорим, Николай Григорьевич. Вы в 2024-м годе, но мы не останавливаемся сегодня, даже эти недели. То есть мы это все делаем в комплексе и системно, ежедневно. Вот без работы день и ночь такого успеха не будет. Во всех ситуациях. И в стратегии, и в обороне, и в уничтожении врага, и подготовка, соответственно, новой, так сказать, модели действия вооруженных сил и обучение их, и, соответственно, поставка необходимых сил и средств. Это вооружение, техники, боеприпасы, конечно, самое главное. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину «Гордон Шоп», мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордон Шоп» это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир, «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в «Гордон Шоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Мы видим, что не только Украина разрабатывает, уже разработала стратегию на следующий год. Уверен, что, как показала и пресс-конференция Путина, амбиции по захвату и уничтожению нашей страны не иссякли. Планы есть у оккупантов. В них вот написало немецкое издание «Бильд». Именно журналист Юлиан Рёбки утверждается с ссылкой на немецкую разведку, что россияне имеют план на несколько лет, точнее, до 2026 года. И этот план предполагает захват таких мегаполисов украинских, как Харьков, Днепр и Запорожье. Как вы считаете, являются ли такими планы реалистичными? Ну и, скажем так, при каких условиях это может воплотиться в жизнь, захват этих крупных городов? Ну, мы понимаем, поставки западного вооружения Украине это точно. Какие еще факторы могут на это повлиять? И можете ли вы представить, что именно эти цели являются главными на ближайшее время? Главная стратегическая цель Путина – это Украина. Это 100% данные, поэтому не только Харьков, Днепр, например, или другие города, Запорожье, или другие города, они хотят захватить. Это этапы. Они ставят этапы, которые сейчас должны решить и ставят конкретные задачи. Поэтому они рассматривают динамики, оценивают силы и средства наши, оценивают то, что западная допомога, как вы говорите, иссякнет, хотя это далеко не так. Ну и, соответственно, они будут готовы уже к широкомасштабной наступательной операции, а затем диктовать условия мира с учетом захвата вот этих городов. Это есть в планах. Ну и дальний план – это, конечно, захватить Киев и всю Украину. Это более, так сказать, системный план, и он есть реально. Поэтому БИК только говорит о отдельной части. Но Путин планировал захватить Украину за три недели. Вышло? Нет. Он планировал захватить, например, Авдеевку уже давным-давно, я прямо скажу, еще месяц назад. Уже ставилась задача уже быть там полностью. А Купенц два с половиной месяца назад. Вот он уже, конкретно, это маленькие города, не имеющие стратегического значения. Не удалось. Да, он жмет, бросает все туда, что можно бросить. Маленькую брешь, я прямо говорю. Вот направление. А глобальная тема, я говорю, две тысячи километров, это нужно миллионы и миллионы людей, передовую технику, вооружение, и, конечно, несопротивление очень слабое с нашей стороны. Такого Путина точно нет. Поэтому его бравада и риторика, что он там был захватывать что-то, очень далека от реальности. И наши западные партнеры, которые оценили, что Украина падет за три недели, и все аналитики, и, самое главное, политики, и президенты, и канцлеры, и другие, не вышло. Поэтому война, это не гадание на кофейной гуще, прямо скажу. Война, это реальное действие, и кто эффективнее сработает, подготовится, тот и выиграет. А у нас преимущество, то, что мы защищаем свою страну, что при любой ситуации, как бы народ, мы не говорим, не устал, но люди поднимаются и поднимаются, если будет угроза всеместная. И мы вот сейчас по телевидению говорим, поднимемся, как мы поднялись с 24-го, защищать государство наше, и нашу землю, семьи, и там шансов не будет. Так мы Путину сказали 24-го февраля 22-го года, обращаясь к нему по телевидению и радио. Ты начал войну, это конец твоего режима. Да, она будет затяжная, мы не говорим, что две недели, три. Долго будут гибнуть сотни тысяч человек, но ты проиграешь. Вот тут зависит от того, насколько мы подготовимся, вот этот период, как вы говорили, насколько эффективно сработают наши партнеры, защищая не только нас и себя, потому что очередные они в реальной войне и в глобальной ядерной, тут уже никто не выжит, даже не партнеры, а китайцы, индусы, и бразильцы, которые сейчас занимают какую-то там неопределенную позицию. Вот так нужно ставить вопрос. Формирование нового миропорядка с участием всех стран мира, тех, и китайцев, индусов, бразильцев, японцев, турков, и соответственно стран Запада, которые будут жестко ставить вопрос Путину. Выходи с Украины, возрождаем новую модель миропорядка на принципах международного права, суверенитета государств. А снимать горячие точки, чтобы не было глобальной протестации, это нужно Украина, это ближний и Средний Восток, Израиль, арабский мир. Вот это перспектива. Но то, чтобы так оно эффективно шло, это системная поддержка Украины и системная работа наших всех секторов. И государство, в первую очередь, президента, правительства, я еще раз подчеркиваю, мол, тратацию провести, создать антикризисное правительство, прислал на военный период. Потому что такого не прошло. Да, говорят, нас хорошо. Всегда, в период войны, это было в США, в Британии, когда Черчилля поменяли, соответственно, вместо Долодье и других. Точно так же, даже Сталин менял и командующих, и министров перед войной, брал с тюрьмы своих врагов, знав, что они эффективны, и они проводили очень мощные операции против фашистской Германии. Сейчас у нас не фашизм, не тотализм, наоборот, демократия. И тут мы должны выбирать лучших, которые должны показать себя и на поле боя, и с другой стороны, в экономическом секторе, в секторе ПК, и международных отношений. Чтобы мы не ходили, просили и задействовать, нужно президента лично, чтобы он ездил. Что система разведки, дипломатии, неофициальных, глубинных отношений с разными странами, не только партнера, а первое, с партнерами, но и странами мира, дала возможность колоссально поддержать Украину. И вооружение, техники, и боеприпасы с разных потоков, с разных стран и регионов. Мы имели контакты и прямо с кооперативной позиции больше в 105 странах мира. Больше ста. Это президенты, премьеры, короли, шейхи, соответственно, руководители различных мощных корпораций. Так, давайте это все задействуем. Я просто скажу, многие резервы сейчас стоят. Потому что вот мы решим. То не удается решить только на уровне отдельного политика или не совсем эффективно, например, переговорщика. Сейчас это завершается так. Нейтрально и неуспех. На первом этапе очень активная поддержка. Сейчас нужно эффективное умение, глубокие контакты, правильные эффективные механизмы, и это очень быстро. Николай Григорьевич, вот вы сказали о том, что Путин желает захватить всю Украину. Об этом в последнем интервью The Guardian рассказал и дважды президент Украины Леонид Кучма. Он там Путину отдельное внимание уделил. И я с вами, как с человеком, который знаком с Путиным, который знаком с большим количеством военно-политического руководства России, хотел бы попросить вас оценить вот эту цитату Кучмы. Кучма сказал, что Путин, он карьерный оперативник КГБ со всеми вытекающими последствиями. Его цель не просто захват, его цель уничтожения Украины как концепции. Именно поэтому он готов идти на ужасные человеческие репутационные жертвы. И говорят, его одержимость Украиной это даже своего рода мания или психическое расстройство. Конец цитаты. Можно ваше мнение, пожалуйста? Я давно уже говорил еще, что у него действительно болезнь глобальной перспективы, его и России. Он якобы перерос уже президента России, а сейчас считает себя глобальным лидером мира, который должен диктовать условия всем, а для этого использует все средства, в первую очередь вооружение, технику и деятельность спецслужб, дипломатии и различных киневых каналов по всему миру. Что он и пытается делать. Но то, что он карьерный, я еще не согласен, уже знаю его с майора, он был не очень карьерный. Вот, и где-то был на задворках. Поэтому в данной ситуации нет таких перспектив, что он глобально что-то молодеет. У многих ситуаций просчитывался. Мы неоднократно имели дискуссию и выиграли в том формате, что наша логика и аргументы были более сильные, более мощные и даже выгодны России. Не воевать, а где-то выходить на модели сотрудничества и более на выгодных условиях для Украины, Европы и той же Российской Федерации. Всегда лучше не воевать даже с оппонентом и даже с определенным врагом. Найти модель, именно снять эту проблему до войны и выйти на модель сотрудничества, которая не позволит войти, потому что будет невыгодно. Вот эта ситуация правильная. И на ДНД Юча мы очень близко отношения были в все периоды как и с другими президентами за исключением Януковича. Вот, и рекомендовали как выйти из ситуации. Как создать новую технологическую страну с 94-го года, когда он пришел, подготовлен новый Кабмин, это передовые ученые, это передовые КБ, это передовый уже бизнес не теневой, как подавить коррупцию, рекорд, который должен быть, и выйти в новый технологический цикл. Для Украины это все было. Украина переговорит Францию, а Польшу тем более. Это не сделано. И ВПК как базовый сегмент не отдать, возможно, ядерное оружие все, оставив хотя бы баллистические токийские ракеты. Это супер создание. Это возобновление вооруженных сил по новым простам, по новым стандартам. Профессиональная армия высокого класса на новом технологическом уровне. Никакая Россия никуда бы не двинулась бы, я прямо скажу. Имея хотя бы токийские баллистические ракеты с ядерными боеголовками и большого базирования. Это посили бы Украину, потому что большие, глобальные, это сложно было. Имея очень мощный АПК с передовыми технологиями, имея кооперацию с том же Россоюзом с НАТО нормальную, никто бы никуда не пошел, даже не создавая формальных союзов с НАТО. Тогда Россия бы никуда не двигалась. И, конечно, очень активная, эффективная политическая, экономическая, оперативная работа по России в плане не создания просто очагового противостояния войны, а создания условий для определенной независимой кооперации на высокотехнических уровнях с Европой, с Россией, с СНГ, с Китаем. Это мощные страхи. Так и предполагалось. Но это не было в воле политиков наших. Хотя... Ну а вы тогда, если говорить о времени правления Кучмы, вы тогда и сам Леонид Данилович могли прогнозировать, что дойдет до большой войны с Россией? Мы прогнозировали, тем более разведка постоянно давала. Мало того, уже был объявлен при начале Кучмы референдум о присоединении Крыма, в котором мы проводили операцию и ее, так сказать, не терроризовали, уже заявлено было, уже готовились войска, готовились спецназы России. Но мы сорвали буквально за ночь. Потом, Данил Данилович, подготовился в том плане, я говорю, давай готовим срочно оперативный состав всех, так сказать, наших служб, в первую очередь СБУ, центральных аппаратов, не крымских, они там быстро сдадут, позиции пойдут к россиянам, как и сдали, и военные. А, центральный аппарат, западный, центральный область, восточный, это несколько десятков тысяч. Это спецназы, ассоциация Альфа, это внутренние войска туда были, на Азварде, это то, что именно задействовано было мгновенно. Завятые органы в районе управления скажут, и все, у вас ничего не выйдет, мы контролируем ситуацию. А всех этих мешковых, президентов, Верховный Совет, и депутаты, и руководство было арестовано, или заблокировано. Все, никто никуда не ждет, как говорят. Вот так действует в 96-м году, в 2008-м году, но это уже в исключительных ситуациях. А основной выстраивалась модель как раз снятия напряжения даже с Россией и кооперации с третьими странами, включая очень эффективный Запад. Это правильная позиция. Но, самое главное, это то, что надо поднять было Украину в целом, экономическом, технологическом, в ментальном формате на высший, так сказать, уровень, на два порядка. Тогда мы были и мощной страной, как Европа, а даже обогнали Европу, потому что мы шли по новому технологическому циклу, создали мощные ПК, мощные вооруженные силы, и я еще раз гарантирую, зная хорошо Путина, окружающихся, никогда бы не посмели, потому что шансы увидели, что нет. Сейчас они были дезориентированы в 2004-м, что тут нет армии, что тут правительство неэффективное, что народ за Путина, и вот такая билиберда, прямо скажу, которая доносилась, при этом в ту концепцию, которую Путин исполнил в своей теории, и решил, что это было на практике. Не вышло. Сейчас он, я понимаю, уже, конечно, жалеет, но уже загнан в углу, теперь уже только агрессия, и только к какой-то победе. Так уж не выйдет. Остановка войны. Если представим просто, Путин захочет войну, поймет, что войну нет смысла продолжать, захочет ее остановить. Будет ли это означать конец его политической карьеры, и будет ли это означать, вероятно, возможно, даже его смерть? Формула выйти именно на новый миропорядок с участием США, Китая, Европы, в общем, я примерно говорю, большинства стран мира, и в этой ситуации монтируется Путин как участник, но выведет войска с Украины и, соответственно, даже с Крыма, то есть, во имя какого-то перспектива глобального мира, сохранения человечества, сохранения России, это для него единственный сейчас выход еще продлить режим. Да, он будет ослаблен, он будет, но он чем-то будет мотивировать, у него будет мотивация, что это во имя выживания всех, и он пожертвовал таким-то кавычкам, что он вышел с Украины. Жестный добрый воля. Это может быть, но это под мощным давлением мирового сообщества и первой величины, не только, условно, Байдена, Трампа, или европейца, но и Синдзипина, но и Лу, но и, пример, Индии, Турции, и многих стран. Тогда как бы он в одной лодке, якобы. И вторая составляющая, это, конечно, неуспех на фронте. Он будет видеть, что ситуация для него шваховая, что он проиграет, и поэтому нужно такой формат задействовать. Тогда он как бы сохраняет определенное лицо. Но ненадолго, я предусматриваю, что начнутся внутренние процессы, да, постепенно, и факторы его проигрыша, в любом случае, будут играть. Потому что падение, во-первых, экономики, обмещание россиян и большие втраты на фронте, они обязательно скатятся. Это лаг длинный, но он скатится при плохих ситуациях в России. А худший вариант, это, конечно, проигрыш на фронте и падение режима, и устранение в любом способе самим россиянами, окружением или другие варианты. Друзья, ваши мысли оставьте в комментариях. Также вначале не тратил ваше время. Теперь сейчас попрошу поставить лайк этой беседе, пускай большее количество людей увидит на сегодняшнее интервью и подпишитесь Дмитрий Гордон или Сабацман в гостях у Гордона. Николай Григорьевич, мы сегодня говорили о западной помощи, еще напоследок хотел бы продолжить эту тему. Любопытный материал вышел у CNN, они там со ссылкой на экспертов Пентагона, своих аналитиков посчитали, сколько Украина сможет продержаться без западной поддержки. Сейчас эта тема, конечно, очень болезненна, потому что и те же Соединенные Штаты там все еще под вопросом стоит, ну, не утвердили пакет помощи, все гадают над формулировками, однако, значит, анализ CNN показал, что Украина сможет сопротивляться без западной помощи до лета 2024 года. Аналитики пишут, вот, что сначала закончатся ракеты большой дальности, потом ракеты для противовоздушной обороны, а после этого уже боеприпасы, там, ракеты малой дальности, джавелины, стингеры и так далее. Вот об этом прогнозе неутешительно. Мы понимаем, что западная помощь это очень глобальное понятие, да, но если мы говорим вот в первую очередь о Соединенных Штатах, Европа, уверен, продолжит помогать в любом случае. Если мы говорим о Соединенных Штатах, действительно, без помощи со стороны Америки сможет ли Украина продержаться? Я скажу, без помощи Америки Украина может продержаться, это, конечно, затягивает процесс, и мы будем действительно работать очень тяжело, вот, но и даже в этой ситуации есть перспективы освобождения территории по ряду с ректором, по ряду направлений. То есть мы полностью зависимы от США, как многие говорят. Да, действительно, очень мощно поддерживают и в плане военной техники, боеприпасов, технологий, финансов, вот, но в данный момент мы давайте рассматриваем не просто теорию, а практику. Во-первых, я знаю хорошо ситуацию, включая, ну, руководство США Байдена, Энтони Бринкена, Остина, руководство спецслужб, включая РУХС, которые объединяют национальную разведку США, такой концепции нет. Поддержка будет идти. Даже, посмотрите, первый формат был объявлен Байденом до конца года, 200 миллионов поставка, в следующем время встречи с Зеленским 300 миллионов, это полмиллиарда, это до утверждения бюджета. Уже решение есть и оно принято, и, конечно, идет подготовка и обучение, это Ф-16, оно уже принято. Это не то, что будут приниматься еще или не приниматься, а соответственно, к этому же просмотрено и вооружение, техника, и ракеты. Ну и вторая составляющая, это, конечно, утверждение в Сенате. Будем сейчас смотреть, как оно пройдет или не пройдет и в Конгрессе. Но, я знаю хорошо, и республиканское руководство, приключая Трампа, лично, и Байдена, соответственно. Мы занимаем нейтральную позицию, но именно поддержка Украины, тут уже со мной, с сектором республиканского фронта, мне говорят, она будет обязательна. Да, это будет оттяжка, но для этого есть лак времени, мы, как я сказали, на полмиллиарда. Есть ряд программ, которые уже работают. До этого, возможно, будут определенные ограничения на месяц-полтора, но это не критически для нас. В этот же период правильно сказал Петреус, министр обороны, Германия и другие, что мы должны замещать именно вот эти ослабления поддержки пока США. Поэтому 8 миллиардов Германия, страны Скальдинавии, например, стран там полутора миллиарда, полмиллиарда, подобная совокупность, это 6 миллиардов, это уже 13 миллиардов. Это поддержка Франции, конкретность, конкретное вооружение, техникум, и завод боеприпасов там есть. Это поддержка Великобритании, я говорю, вот эта альтернатива, как мы говорим, это мощные факторы вплоть до системной военной помощи. Это рынок вооружения мирового уровня, где мы покупаем, и вместе наши партнеры покупают, особенно боеприпасы, которые нам необходимы, потому что свои заводы не успевают делать, и наш военно-промышленный комплекс, который, вот я говорю, до половины следующего года, а до половины следующего года мы уже разворачиваем, и беспилотники работают уже, и ракетные системы, и бронетанковая техника с немцами, и с другими, то есть мы сами же не стоим на месте. И еще завод боеприпасов, который у нас уже работает, начинает разворачиваться, это не пустое место, поэтому действительно поддержка будет. Но желательно, чтобы она была эффективной. И США не ослабит поддержку, даже когда придут республиканцы, придут кто-то другой, или будут демократы, тем более. Поэтому в данный момент это только, так сказать, сценарий. Я считаю, что прагматичная позиция нашей государства в отношении конкретных стран и США, Канады, Британии, Европы, и третьих стран, я подчеркиваю еще раз, это выход в ситуации в плане и вооружения, техники, боеприпасов. А за нами новая стратегия. Так что необходимо для эффективной работы на фронте. Вот если заговорили о Соединенном Королевстве, о Великобритании, любопытное заявление сделал бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко, он также был послом Украины в Соединенном Королевстве, и он заявил, что, цитирую, в случае катастрофического развития войны Британия может направить войска в Украину. По его словам, западное государство никогда не признает подготовки к такому сценарию, чтобы отправлять, не будут говорить публично об отправке военных на территорию нашего государства, однако при условиях вероятной дальнейшей оккупации Украины, если все будет, мол, совсем плохо, то вот Соединенное Королевство на это пойдет. Как вы считаете, насколько реален такой сценарий? Я считаю, что обдение Пристайко, Британия никогда не вступит в войну непосредственно, потому что член НАТО, это фактически объявление войны члена НАТО Российской Федерации, это уже война НАТО-Россия. Сейчас все остерегаются таких сценариев. Я считаю, что Британия, при самых сложных ситуациях, которые могут в Украине быть, хотя я считаю, что такого не должно быть и не будет, она может задействовать в кризиске ситуации весь свой потенциал обороны, технологических и боеприпасов снять со своего боевого применения в очень мощный участок арсенала. Вот это да, она это сделает точно. Могут направить специалистов, чтобы быстро освоить и оформить это все. могут где-то стимулировать направление условно наемников, тех же, как интернациональные батальоны, которые владеют уже этой техникой и обучать долго не надо. Я такие варианты рассматриваю как реальность. А вот реально воевать с Россией точно не будет. Кстати, вот напоследок, Николай Григорьевич, а могли вы вот раньше подумать о том, что именно Соединенное Королевство, именно Великобритания вот станет одним из таких самых мощных наших союзников? Да, это те, кто беспрекословно нас поддерживали всегда, где было абсолютно единство в военно-политическом руководстве по поводу поддержки Украины. Первые, кто предоставили нам дальнобойные ракеты. Почему? Ну, мы понимаем, мы благодарны всем, конечно, союзникам Порамштайну, Польша, там, понятно, ближайшие страны, но они просто, у них потенциал меньше, из-за этого, их поддержка важна, но не настолько масштабно, как от Соединенного Королевства. Почему так, ну, скажем, извините за словом, впрягаются за нас в Великобританию? Они же так далеко. Во-первых, стратегически Великобритания постоянно боролась с Западом. Вот, если я извиняюсь с Россией, это была стратегическая тема. Я часто общался с четырьмя премьер-министром Великобритании, включая Кэмерона, который сейчас пришел, министр иностранных дел. Они четко рассматривали Россию как агрессивную страну, которая, тем более, она проводила теракты на территории, где? В Великобритании. Конкретно. Это не где-то. И ряд политиков, и британцев погибли от этого. Поэтому постоянно истает то, что именно перспектива конфронтации и, возможно, войны с Россией будет. И эти варианты прогнозировали. И что нападение на Украину также они прогнозировали. Поэтому готовность провели сразу. И дружеские отношения между нашими странами всегда были очень глубинные. Просто мы часто не показывали их. Но система безопасности, разведка сам с ними работал по многим темам. И террористам, и ядерной программой, по пиратам. Мы им освобождали. Да, и британский Крым. Не они, а мы им. Вот. Поэтому большая система сотрудничества, она была. и они увидели то, что они четко видели за угрозу России, реально посмотрели перед нападом на Украину. Поэтому мы такие реакции. И вторая составляющая. Американцам не с руки, я прямо скажу так, в кавычках, было резко передавать все виды вооружения технику. Ну, как глобальная страна, которая сейчас квалифицируется как вступление в войну с Россией. А Британия это как бы ну, не тот глобальный противник России, который мог реально впадать и не было как бы глобальных последствий как бы с начала войны уже глобального типа. Поэтому этот формат обязательно сработал. Действовали через Британию, хотя часть, я понимаю, составляющих военных это были и американские. Потрясающе интересно. Спасибо, что нашли время, Николай Григорьевич. Николай Маломуш, генерал армии Украины, в прошлом глава службы внешней разведки сегодня к нам присоединялся. Уверен, вам тоже было интересно, друзья, лайк этой беседе поставьте, напишите ваши мысли по поводу тем сегодняшнего обсуждения, ну и до новых встреч, увидимся. Всего доброго.